Ребят, всем большое привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Много ли вы знаете смартфонов, у которых аккумулятор 6000 мАч? Сегодня я вам расскажу о новинке от компании Samsung, это M21, и несмотря на то, что это средибюджетный формат, телефон мне показался даже в чем-то интереснее, чем супер продаваемое смартфон Galaxy A50 и 51. Как этот смартфон в использовании, как долго живут эти 6000 мАч, как работают три камеры, ну и вообще, что из себя представляет Galaxy M21? Выясняем. Также сегодня я запускаю конкурс, и мы разыграем этот смартфон. Условия расскажу чуть попозже, так что следите за эфиром. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог, погнали! Вот на память, друзья, 6000 мАч, я помню, были у Asus ROG Phone 2. Может быть, вы помните еще какие-то смартфоны, у которых 6000 мАч, но давайте не будем брать каких-нибудь китайских нонеймов, вот нормальный телефон. 6000 мАч, и это, на самом деле, не единственное достоинство этого телефона. Что самое интересное, на коробке написано, что у меня здесь 64 памяти встроенной, а также объем доступной пользовательской памяти зависит от объема предустановленного ПО. Интересная такая обходная некая штучка. Ну, а на самом деле здесь 4 гига оперативной памяти, это, честно говоря, хорошо. Мне нравится, что, в принципе, Samsung в 2020 году начал везде вставлять по 4 гига памяти, потому что те же самые Xiaomi, например, со своим Redmi Note 9, у них там 3 гига памяти. И это, конечно же, сказывается на быстродействии. Несмотря на то, что здесь 6000 мАч и толщина плотненькая 8,9 см, смартфон весит всего лишь 188 граммов, здесь у нас сверху классный яркий Super AMOLED дисплей диагональю 6,4 дюйма, разрешение Full HD. Еще плюс здесь сверху Super AMOLED дисплей, да, то есть это яркие, сочные тона, плюс это экономия энергии. Также здесь, естественно, работает и Always on Display, и так как изначально он не включен, вам нужно зайти в дисплей, здесь внизу найдете Always on Display, переходите вот сюда, и здесь поставьте, чтобы он отображался всегда, а также вы можете выбрать стиль часов. Вот такие часики, вот такие, может быть круглые, а может быть вы хотите разместить какую-то свою фотографию, все что угодно, штука очень классная, и я очень доволен тем, что даже в бюджетке есть Always on Display. Но как бюджетка, да, это не 5 и не 7 тысяч рублей, и все-таки сейчас этот смартфон продается где-то по цене от 13 до 16 тысяч, сейчас это у нас 27 мая, я думаю, что летом цена будет пониже, плюс есть, конечно же, еще и серый рынок, и бла-бла-бла. Пластиковый корпус достаточно толстый, но потому что здесь 6000 мАч, ляпается очень хорошо, и вообще очень важно, друзья, пластик царапается крайне быстро. Я буквально с ним несколько дней походил, и пластик уже поцарапан, а ведь мне кому-то отправлять этот смартфон, друзья, уж простите, что так получилось. То есть обязательно купите какой-нибудь простой силиконовый чехол за 100 рублей, и это будет хорошо. Я такое вам говорю, а сам мог бы купить, на самом деле и пользоваться, но сейчас в режиме карантина это порой сложновато куда-то выбраться. Дисплей, дисплей хороший, Full HD, не очень толстые рамки по краям, внизу подбородок, ну, есть подбородок, 403 точки на дюйм и 420 нит яркости на солнце, ну, нормально, не супер яркий, но нормальный. Сверху у нас Gorilla Glass третьего поколения, сзади сканер, печатка пальцев, как всегда, все происходит крайне быстро. Есть возможность разблокироваться как по сканеру, есть возможность разблокироваться и по лицу. Эти функции, опять же, нужно всегда включать, потому что изначально они выключены. Заходите в биометрию и безопасность, здесь у нас есть распознавание лица, вот тут можно лицо зарегистрировать. Обязательно уберите вот эту галочку оставаться на экране блокировки, чтобы когда вы смартфон разблокировали, вы сразу переместились на рабочий экран. Ну и отпечатки пальцев тоже добавлять надо, и делается это, знаете, немножко интересно, потому что, посмотрите, медленно проведите пальцем вниз под датчико. Я, честно говоря, в первый раз вижу, чтобы надо было по датчику проводить, потому что обычно тебе нужно касаться, но при этом мы проводим по датчику, и посмотрите, практически моментально он засчитывается, это очень круто. Я такого еще, честно говоря, никогда не видел. Все, отлично, отпечаток распознан, очень круто. Раз, два, три, приложили, раз, два, три, приложили, раз, два, три, приложили. Сканер отпечатка пальцев на тыльной стороне у некоторых, может быть, вызывает дискомфорт, а вообще достаточно удобно. У тебя телефон в кармане, ты его достаешь, палец сразу приложил и разблокировался. Ну и опять же, просто берешь смартфон, поднимаешь его, он считывает твое лицо, сейчас не считывает, и разблокируется. Чтобы смартфон разблокировался, когда вы его берете, вам нужно зайти в дополнительные функции, здесь движение жесты, включение при поднятии, а также двойное касание можно тоже включить, чтобы вы два раза стучали по смартфону, и он включался. А еще смарт-отключение поставьте, и тогда, пока вы смотрите на экран, он будет работать. Если вообще нужно записать вот такой гайд по функциям, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, и я тогда обязательно запишу для вас гайд по функционалу. Вот у нас смартфон выключен, мы его берем в руки, и он разблокировался. Происходит это достаточно быстро, не всегда точно, когда мы используем, когда темно и так далее, но в любом случае эта штука работает. Здесь 4 гига памяти, и здесь 64 встроенной памяти. Это Exynos 9611, ровно такой же, как и в Galaxy A51, но мне показалось, что он работает быстрее, чем в Galaxy A51, потому что в 51-м я постоянно чувствовал, что мне нужно его подтолкнуть немножко. Иди вперед. Я даже записывал специальное видео, называется «Турбо-кнопка для Galaxy A51», потому что мне очень хотелось, чтобы он работал побыстрее. А здесь этого нету, здесь он и так работает быстро. Почему так получается, не могу сказать. Может быть другой тим памяти или еще что-то, но меня устраивает. А еще здесь можно использовать сразу две сим-карты и еще карточку microSD, все три карты одновременно. Конечно же, здесь работает и режим с затемнением. Нажимаете, и смартфон у вас превращается в темный, и полностью вся система становится темной. То есть и звонилка становится темной, и инстаграм становится темным, и все становится темным. Я бы сказал, что днем пользоваться темной темой не очень удобно, потому что читать белый текст на темном некомфортно, но вот ночью самое оно. Также здесь есть режим Dolby Atmos, он работает для ваших наушников. Здесь есть настройки и также эквалайзер. Можете тоже настроить, чтобы у вас звучал смартфон так, как вы хотите. Это настраиваемый эквалайзер тоже есть в очень небольшом количестве смартфонов, так что здесь Samsung зачет. Я как-то, знаете, все нахваливаю, нахваливаю этот смартфон. Но давайте немножечко реальности. Реальность в том, что он выглядит достаточно бюджетно. То есть он не претендует на тот же самый дизайн, как у Galaxy A51, потому что Galaxy A51 классно выглядит. То есть, во-первых, Galaxy A51, он более тонкий, он более строгий, и из-за этой строгости он дает ощущение того, что это классный смартфон. А здесь все такое немножко скругленное, поэтому он такой немножечко игрушечный. Ну и интересный момент. В Galaxy A51 сканер ведь находится в экране, а здесь сканер находится сзади. При том, что сканер сзади работает лучше, чем сканер, который работает в экране. Android 10 стоит здесь. One UI 2.0 здесь. 2.1 наверняка тоже скоро прилетит. Есть абсолютно все функции, которые есть в том числе и у флагонов, у Galaxy S20, например. Вот, например, важный жест, который обязательно надо настроить, чтобы вот этим движением вы попадали не в приложение, а чтобы этим движением у вас опускалась шторка с уведомлениями. Заходите в настройки, и здесь нужно провести вниз для панели уведомлений. Поставили галочку, теперь проводим, и у нас все очень удачно опускается. Ну а если зайти надо в приложение, снизу вверх делайте, и, пожалуйста, вот вам все приложения. Для игр у нас здесь специальная штука по названию Game Booster, Samsung-овский бустер игр, который концентрирует внимание смартфона на том, что надо играть в игры. И можно настроить так, чтобы вас никто не беспокоил, чтобы уведомления не вылезали, ну и так далее. Как играется в игры? Да в целом нормально. То есть, если не выставлять какие-то максимальные настройки, остановиться на средних, то и Call of Duty Mobile, и PUBG, и танки, все будет работать очень хорошо. И так как тут 6000 мАч, то, конечно же, вы будете долго играть, вы будете долго смотреть YouTube, в принципе, долго будете пользоваться смартфоном. Я бы сказал, что, знаете, это такой телефон, который очень хорошо можно было посоветовать тем людям, которым нужно, чтобы смартфон долго работал, и его не надо было лишний раз подзаряжать. При этом вы достаточно спокойны к камере и ко всему остальному. Ну а о камере мы поговорим, потому что у нас впереди сравнение с Galaxy A51. В общем, что могу сказать, играется вполне себе хорошо. По звучанию здесь у нас снизу динамик, тоже вполне себе, звучит достаточно громко, без каких-то излишеств, ну как бы окей. Кстати, если вдруг у вас будет вариант купить смартфон на 6 гигов памяти, то лучше это сделайте, потому что 6 гигов сегодня, может быть, вам кажется много, но через год, скорее всего, вам 6 гигабайт памяти понадобится. Не забывайте, чтобы можно включить жесты, чтобы у вас не было снизу стандартных кнопок, а вы делали вот такое движение и перемещались на рабочий экран, либо справа закрывали, либо слева тоже закрывали. Это касается любых приложений, это очень удобно. Ну а если нужно зайти в режим многозадачности и, например, разделить экран на две части, то это делается тоже крайне просто. Заходите сюда, нажимаете на иконку и запуск в режиме раздельного экрана. Теперь у вас сверху есть браузер, ну а снизу, например, у вас будет ваша галерея. Все, пользуйтесь по браузеру и смотрите, что вы тут нафотографировали. Кстати, что касается фотографий, давайте об этом поговорим. Здесь у нас три камеры сзади. Основная на 48 мегапикселя, апертура 2.0. Также есть 5-мегапиксельная для того, чтобы делать портретики с глубиной резкости, апертура 2.4 и 8 мегапикселей, широкоугольная камера, апертура 2.2. Можно снимать 4К, но без стабилизации. Можно снимать Full HD со стабилизацией. Сверху у нас есть фронтальная камера на 20 мегапикселей, апертура 2.0. Меню камеры стандарта. Сразу хочу напомнить вам, что вот эти нижние пункты можно настроить. Заходите в еще, нажимаете значок карандашика и наберете Pro режим сюда. Переносите, например. А может быть вам не нужен живой фокус, берете и выносите. Но живой фокус вообще нужен, потому что это портретики. Так что оставляем все. Сохранить и теперь пользуйтесь тем, что вам нравится. Достаточно шустро переключаются режимы. Мне даже показалось в какой-то момент, когда я фотографировал вместе с Galaxy A51, что быстрее, чем на Galaxy A51. Есть режим супер стабилизации. Вот он нажимается здесь сверху. Стабилизация включена и прям все становится плавно. Немножко, правда, желейно. Ну и 4К, чтобы включить, заходите в настройки. Вот размер видео, разрешение Ultra HD. Ставите. Ну и не забывайте включить стабилизацию. Ну и по фоткам, что можно сказать. Вот фотография, которая делалась в темных условиях. И здесь, посмотрите, насколько, как мне кажется, M21 сделал фотографию получше. То есть прямо, прямо вот получше. Посмотрите, детализация и по цветам мне больше нравится. Вот еще одна фотография, где было достаточно темно. Здесь уже, наверное, получше справился A51. Фотография против светлого окна. Тоже примерно одинаковая. А вот здесь немножко смаз получился на M21. Но сама картинка, мне кажется, получилась бы получше, чем на A51. Вот еще одна фотография. Посмотрите, режим HDR как хорошо отработал. То есть сзади листва у нас появилась. А на Galaxy A51 листвы нету, потому что все засветилось. Отлично. Это широкоугольная камера. Тоже режим HDR, мне кажется, что тут получше отработал. По детализации широкоугольная камера послабее. Видите, тут видна надпись 65, а на M21 не видна. Вот так вот выглядят фотографии против солнца. Тоже, честно говоря, неплохо. Посмотрите. Эта фотография на основную камеру. Как Samsung все вытягивает. Посмотрите. И по деталям и по шумам. Galaxy A21 мне здесь больше нравится. Вот на заборе как раз таки видно. Фронталка против солнца. Немножко разные цветопередачи. Более голубое небо. Я бы сказал, более правильное на M21, на A51. Качество зато фотографии получше. Но небо зато не очень правильное. А самое главное, что работает режим HDR и небо не засветилось. Потому что, когда ты фоткаешь, здесь на самом деле небо просто белое. Ну а портретничек выглядит вот так. Это мой сценплатон. В целом нормальный портретничек. И по деталям примерно одинаково. Но вот строчка чуть-чуть получше на A51. Чуть-чуть получше. При том, что A51 подороже. Здесь смотрим на фокус. Оба фокусируются достаточно быстро. Но при этом, опять же, мне кажется, что A21 чуть побыстрее. Ну и видео Full HD 30 кадров в секунду. Видите, вот это подергивание. Такая самсунговская стабилизация. Ну, в бюджетниках используется такая. Придает мне картинке немножко эффект желе. Как будто она такая бу-бу-бу. Немножко с фокусом. На M21 вот сложности. Немножко слабее фокусируется M21. По стабилизации, ну вот вы видите. Да, но фокус получается лучше на A51. Ну, такие истории с фокусом обычно исправляются всякими разными обновлениями. Хотя вот с Galaxy S20 Ultra все не могут разобраться. С фокусировкой там по-прежнему все непросто. Ну и, конечно же, аккумулятор на 6000 мАч. В некоторых обзорах говорят, что он протянет 3 дня. Но это я не знаю, как надо пользоваться смартфоном, чтобы он протянул 3 дня. Честно говоря, мне кажется, это надо просто только звонить в него и все. Два дня, вот два дня, да, можно вытянуть с 6000 мАч аккумулятора. Либо вообще полтора. При моем использовании это где-то полтора дня. Но так, уверенно. То есть, это инстаграмы, соцсети. И что-то поиграть, и музыку послушать по блютусу. Нормально. Мне по аккумулятору этот смартфон понравился. Но есть поддержка быстрой зарядки на 15 ватт. Зарядник идет в комплекте. Короче, вот по-моему, хороший телефон. Я вот сейчас не стараюсь его там перехвалить или еще что-то. Я нормально могу оценить, что такое хороший телефон. Что такое не очень хороший телефон. Вот то, на что он претендует за свои 13-16 тысяч, мне кажется, что вопросов никаких нет. Ну и как я обещал, мы разыграем этот смартфон. Все предельно просто. Нужно быть, а, подписанным на мой канал Честный Блог. Нужно, б, оставить какой-нибудь комментарий по поводу Самсунга. Как вы относитесь к этой компании. И, три, нужно обязательно лайкнуть это видео. Подведем итоги конкурса. Неделю через две у нас будет стрим. Здесь, на канале Честный Блог. Вот такой этот смартфон Galaxy M21. Напишите в комментариях вообще, в принципе, что думаете по поводу него и других Самсунгов, которые стоят ниже 20 тысяч рублей. Если чем пользовались, напишите, понравился ли вам опыт использования. Говорю вам огромное спасибо. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Не болейте ни в коем случае. Выигрывайте смартфон. И всем вам пока.